К созданию этого видео меня подтолкнули многочисленные заявления ютуб-блогеров, которые продолжают нести откровенную чушь о том, что если вы поливаете томаты с утра и капли воды попадают на лист, то в яркий солнечный день листья сгорят. А еще страшнее, если вы будете поливать томаты непосредственно в яркий солнечный день, в этом случае томаты все точно сгорят. Вот специально посмотрел объяснение с нескольких крупных каналов с сотнями тысяч подписчиков, авторов которых называют томатными богинями, повелительницами огородов, учителями. Они объясняют свои умозаключения довольно просто. По их мнению, капля, попавшая на лист томата, становится линзой, которая собирает в пучок кучей света и прожигает лист. И дело в том, что масса людей в это верит. Пропаганда действует невероятно сильно. Мои соседи, когда видели, что я поливаю томаты в яркий солнечный день, в жару были в панике. Кричали, что поливать можно только вечером или в пасмурную погоду. И переубедить людей было просто невозможно, потому что значимые для них блогеры им сказали, что все листья томатов сгорят. Всегда удивляет, почему люди сами не проведут эксперимент и не будут верить на слово. Ведь у многих огромный опыт и стаж выращивания огородных культур. А в случае с томатами, так вообще, куда опаснее вечерние поливы, нежели поливы в яркий солнечный день. Давайте разберемся, почему вред от полива утром или в яркий солнечный день – это миф, а полив в вечернее время может быть опасным. Вот смотрите. Сразу скажу, что я, понимая, как работает линза, всегда знал, что такие утверждения совершенно необоснованные. Но несмотря на это, все равно перепроверил все, чтобы не было ни грамма сомнения. Давайте сразу разберемся, как работает линза. Если представить, что капля становится линзой, то чтобы прожечь лист, она должна находиться на определенном расстоянии от него, иначе лучи не сфокусируются, солнечные лучи не соберутся в пучок. Капля воды, которая лежит на листе, не может стать причиной прожигания тканей листа. Более того, сама капля будет охлаждать лист в месте соприкосновения. В тканях листа или за ними сфокусироваться лучи не могут. Они рассеиваются и отражаются. Это физика. Вы наверняка в детстве играли с линзой и видели, как это все работает. Если положить линзу на ладонь, то даже малейшего тепла вы не почувствуете. Другое дело, если вы отодвинете линзу на определенное расстояние и сфокусируете лучи на коже руки, то естественно можно получить ожог. К тому же посмотрите вокруг. Утренняя роса, ночной дождь, а потом яркий и жаркий солнечный день. Разве вы не наблюдали такое много-много раз? И что? Видели сожженные листья на растениях, окружающих вас? А есть места, где такая погода с ночными осадками и ярким солнечным днем вообще обыденность. По идее, там все давно должно было сгореть. Если даже такие аргументы не кажутся убедительными, возьмите и полейте свои томаты в жаркий солнечный день. Ну хоть один куст. И прям по листу. А потом проверьте вечером его состояние. И вы сами все поймете. Более того, вы сможете наблюдать, как в сильную жару, при ярком солнце, поникшие листья томата после полива начнут оживать. Не будут выглядеть увядшими, свернутыми, как были они до полива. Ранее я говорил, что как раз вечерние поливы могут быть опасными для томатов. Объясню почему. Вечером температура воздуха спадает, жара уходит, а ночью температура понижается еще сильнее. Соответственно, вечерний полив увеличивает влажность, а именно при высокой влажности, сырости, у томатов гораздо больше шансов заболеть различными грибковыми заболеваниями. При поливе в яркий солнечный день вы, конечно, теряете часть влаги, которая моментально испаряется, но если вы не экономите воду, то ничего в этом страшного нет. Вот, к примеру, опрыскивать томаты лучше в пасмурную погоду, так как в этом случае вам не нужно быстрое испарение вашего удобрения или препарата. Вывод. Поливать можно в солнечный день и жару. Растение будет только легче переносить такие погодные условия. Нужно учитывать, что в это время испарение очень сильное, и воды потребуется значительно больше, чем, к примеру, в пасмурную погоду. Можно поливать и утром. Капли на листьях не прожгут листву, когда встанет яркое солнце. Лично мне кажется, что именно утро самое лучшее время для полива томатов, чтобы подготовить их к солнечному жаркому дню. В вечерних поливах тоже нет ничего страшного, если впереди теплая летняя ночь, а не прохладная и холодная. И поливать, конечно, лучше всего под корень. Вот у меня этим летом три месяца не было дождя совсем. Погода была жаркая. На моей новой даче воду дают по часам. И, к сожалению, не в самое удачное время, а именно с 14 до 19 часов. Вот работаешь, а потом, чтобы стало легче, обливаешь себя из шланга. И становится так хорошо. Смотришь на рядом растущий томат и видишь, как ему тоже тяжело в такую сухую, жаркую, солнечную погоду. Как сильно ему нужна влага, чтобы все процессы у него работали нормально. Спасибо за просмотр видео. Буду рад услышать ваше мнение по этому вопросу. И, конечно, благодарен всем, кто подпишется на канал и поставит лайк. Всем удачи, хороших урожаев и всегда проверяйте информацию сами. Ведь часто у вас гораздо больше опыта, чем у многих известных блогеров на ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok